Чёрное небо Красноярска дошло до Греты Тунберг. Активистка поддержала местных жителей экологов в борьбе за чистый воздух, сделав ретвит фото одиночных пикетов в защиту Красноярской экологии. Акции проходили в Москве. 14 февраля в Красноярске на 4 дня ввели режим чёрного неба из-за грязного воздуха. Местные жители жаловались в соцсетях на плохое самочувствие, головную боль, першение в горле и ухудшение зрения. Росгидромет сообщал, что виной тому мощный антициклон, который стоит над Красноярском уже 2 месяца. И, как следствие, там установилась безветренная погода без осадков. Воздух просто не успевает очищаться от выброса в местном предприятии. Люди устали очень рады даже такой небольшой поддержке от Тунберг, заявил нам учредитель главред портала красньюс.ком Дмитрий Павушин. Конечно, её жест тронул красноярских медичников, но её жест это всего лишь ретвит. Она не написала ни одной буквы, ни одной запятой. А люди говорят, что если бы Тунберг сюда приехала на митинг, а у нас их ожидается целых 2 за ближайший месяц, 29 февраля и 29 марта. То есть, естественно, собрались бы все. Я думаю, из Латвы даже приехали журналисты, чтобы посмотреть на Красноярск, что она скажет. Но мы на самом деле не верим в такие чудеса. Красноярск, так вот он с могом, с мердящим туманом, звезд и даже было видео с депутатом, где проезжая часть дороги, и через эту дорогу уже практически не видно окон ближайшего дома. Ужаснейший туман, который, по мнению коллагов, естественно, профитом ядовитыми веществами, от краза, гарию копотью и пылью от ТЭС. Здесь всё топят бурым углём, от которого высокая зольность, высокий выхлоп. Плюс Красноярск, где миллион жителей, полмиллиона автомобилей, это очень высокая концентрация на душу населения. Февраль за эти зимние месяцы стал самым грязным, самым тяжёлым для экологии месяца. И вот только последние буквально три, наверное, дня стало немножко почище, ветерок подул, небо прояснилось. Как только какой-нибудь антициклон опять над нами повиснет, опять выдувать не будет, и люди опять будут этим дышать. На улицу не выходит целая школа, занятия проводятся в помещениях, люди не открывают форточки, воздух его не будет. Не просто видно, воздух воняет. Дмитрий Полушин, главред на краснёс.ком, по словам журналистов и местных жителей, устанавливают в квартирах дорогостоящие оборудования для очистки воздуха. Сейчас в городе бум спроса на него. При службе мэра Красноярска прокомментировали пост Греты. Мы не расцениваем это как провокацию. Приводит цитату, говорит Москва. В мэре добавили, что тема актуальна для красноярцев, поэтому широкое освещение её в соцсетях вполне логично. До этого местные экологи забросали шведскую экоактивистку письмами и обращениями. Обратите внимание на ситуацию со СМУГом в Красноярске, говорит член общественного эко-движения Евгений Ходос. Просто я сам писал ей письмо буквально полторы недели назад, что ответа не поступило, но, видимо, другого конца это лучше зашло. Если у нас будет проходить митинг, мы бы вообще были бы счастливы. Если, скажем, Грета Тулберг приехала, Сергей Шенов, приехал к нам. Вообще любые медийные лица, только привлечение внимания может повлиять на ситуацию. Первые серьёзные подвижки, они возникли только три года назад, когда у нас прошёл первый массовый митинг, именно посвящённый «Чёрному небу». После этого были выделены деньги из федерального бюджета, какие-то подвижки начались на краевом и муниципальном уровне. Но, естественно, это всё через какой-то период забуксовало, либо не в полной мере было реализовано. И чем на более высокий уровень это будет подниматься, лучше на федеральное, ещё лучше на других странах, чтобы это прозвучало, тем больше будет результатов. В 2016 году у нас уже была очень схожая ситуация, пару месяцев смог стоял. И вот за тот год, на мой взгляд, вообще ничего не было сделано. В 2017 году появились какие-то деньги, и какие-то телодвижения начали совершаться. Евгений Ходос ранее красноярцы обращались за помощью к Юрию Дудю и к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Последний в ответ опубликовал в своём инстаграмме стихотворение, посвящённое затянутому дымом сибирскому городу, тому, что новостям о коронавирусе уделяет больше внимания, чем смогу в Красноярске, в нём, в частности, были стручки, можем освещать заразу только из Китая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok